В Москве объявлены лауреаты Золотого Орла, престижной премии Национальной киноакадемии России. Заветные статуэтки вручили лучшим актерам, режиссерам, сценаристам. Признание получили ленты, снятые для большого экрана и для телеэфира. Всего 21 номинация. В лидерах по числу наград и многосерийный триллер «Палач», который выходил на нашем канале. Екатерина Березовская побывала на церемонии. 14-й год подряд Золотой Орел порхает не в концертном зале и не в кинотеатре, а там, где кино рождается, в первом павильоне Мосфильма. К торжественной церемонии его превратили в зал на 900 гостей. Главная интрига одна на всех. Кому достанется престижная кинонаграда, которую вручают в 21 номинации. Но прежде чем «Золотые орлы» начали разлетаться по залу, с «Орлиной хваткой» за лучшие кадры боролись операторы и фотографы. Режиссер Анна Меликян позирует, приподнимая подол элегантного черно-белого платья. И будто бы не волнуется вовсе. Это спокойствие вот-вот сменится шоком, восторгом и удивлением. Не только ее одной. Обалдеете. Про любовь! Также неожиданно самому Никите Михалкову будет получать награду за вклад в мировой кинематограф. А пока он сам вручает «Золотого орла» в самой престижной номинации «Лучший игровой фильм». Интересно, что картину про любовь Анны Меликян критики даже не называли в числе фаворитов. Вот уж и правда, любовь творит чудеса. Тонко и с юмором о сложностях этого чувства рассказывают пять новелл, которые сняли за рекордные 25 дней. Буквально на одном дыхании. Если вы почувствуете великую любовь, то, уверяю вас, вы никогда это чувство не спутаете ни с каким другим. Я хочу посвятить эту награду не влюбленным, а тем, кого не любят. Чтобы они верили в то, что их любовь все равно придет в их жизнь. Пусть будет так. Что бывает, когда в жизнь приходит война? Об этом сразу несколько картин-номинантов. У фильма «Батальон» о женском батальоне смерти времен Первой мировой награда за лучший монтаж. Работу звукорежиссера, музыку и за лучшую женскую роль второго плана. Мария Кожевникова продолжала сниматься в спартанских условиях, даже когда узнала, что беременна. Солдатский быт, жесткая дисциплина – все это было и на экране, и в жизни. Фильм «Битва за Севастополь» зрители Первого канала смотрели в день 70-летия. Великой Победы. Главная роль в этом военном блокбастере актрисе Юлии Пересильд принесла «Золотого орла» в номинации «Лучшая женская роль». На экране она легендарный снайпер, герой Советского Союза Людмила Павличенко. Та, что на войне была солдатом, дипломатом и оставалась женщиной. Павличенко теперь не просто боец, она теперь символ. Конечно, самая большая награда – это сама роль. Когда вроде ты понимаешь, что за всех женщин в фильме отвечаешь ты, это приятно. Федор Бондарчук принимал поздравления даже во время интервью. У него «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в мистической, мелодраматической комедии «Призрак». Меня похоронили тут недавно. Я сам видел, стояли цветочки просали. А ты правда меня видишь? Не просто премия «Битва титанов», которая разворачивалась в каждой номинации. Лучшей режиссерской работой стал фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». По рассказам Сергея Довлатова, лучший сценарий у третьей режиссерской работы Александра Мендадзе «Милый хан с дорогой Петр». Это драма о предвоенной эпохе и дружбе двух простых работяг – русского и немца. «Палач». У многосерийного триллера «Палач», который выходил на нашем канале и который так полюбили зрителей первого, сразу три награды. Киноакадемики признали его лучшим мини-сериалом и присудили по «Золотому орлу» исполнителям главных ролей – Андрею Смолякову и Виктории Толстогановой, которая со сцены призналась – отношения со своей героиней выстраивает до сих пор. Не я получаю эту премию. Ее получила роль, с которой я на «Вы», которую я боюсь, которую я уважаю, которую я очень люблю. Она не я. Она что-то, что имеет опосредованное ко мне отношение. Спасибо огромное. Фильм «Бёрдман», который уже получил 4 «Оскара», стал лучшей картиной в российском прокате. Номинация «Где за победу» боролись голливудские блокбастеры, как финальный аккорд церемонии. Так «Золотой орел» облетел всю планету кино. Экстерина Березовская, Мария Емельянова, Дмитрий Попков, Михаил Новицкий и Маргарита Шила. Первый канал.